Глава Коммунистической партии Китая, сокращенно КПК, Си Цзиньпинь, товарищ Си Цзиньпинь, заявил, что распространение нового коронавируса ускоряется. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный, он же Захар Артемьев, бывший журналист РФовский, с почти 15-летним стажем, газетчик опытный. И автор множества публикаций, многих тысяч публикаций, интервью, расследований и так далее, лауреат премии мэра там и все такое. И вы знаете, я очень пристально слежу за ситуацией с коронавирусом и хочу сказать, что информация из Китая всегда поступает крайне дозированная и крохотными порциями. Вообще известно, что Китай это тоталитарная страна, диктатура, где, ну, Советский Союз по сравнению с Китаем, это жалкое подобие левой руки, пожалуйста, не для детей. И, в общем, Си Цзиньпинь, глава Коммунистической партии Китая, то есть верховный предводитель Китая, признал, что Китай оказался в сложной ситуации со смертельно опасным коронавирусом. По его словам, новый вирус распространяется все быстрее. И поэтому на постоянном совещании Политбюро ЦК КПК было принято решение создать специальную рабочую группу, наделенную особыми полномочиями. Что ж, друзья, если сам товарищ Си Цзиньпинь выражает серьезную обеспокоенность, тогда у меня возникает целый ряд вопросов, дорогие друзья. Потому что я обозреваю реакцию на этот вирус, ну, по всему миру, глобально. И я поражен весьма слабой реакцией на это чудовищное заболевание. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и по мере возможности поддерживайте мой труд, пожалуйста. Потому что я тружусь исключительно в ваших интересах. Нет у меня больше редакторов, которые мне указывали бы, что мне делать, а что мне не делать. Про что говорить, а про что не говорить ни в коем случае. И я говорю всю правду так, как я ее вижу. К вашим услугам. Что ж, друзья, ситуация весьма и весьма интересная. Всемирная организация здравоохранения – это высший, как бы, официальный медицинский орган мировой. Он не торопится объявлять ЧП в связи с коронавирусом НСУВ-2019. Вместо этого только какие-то предупреждения делают. Однако, вместе с этим в большинстве крупных мировых аэропортов стоят люди в масках, в спецкостюмах, с дистанционными термометрами и проверяют пассажиров, въезжающих в их страны. Вы знаете, они действительно пытаются, они отслеживают. И вот в Америке два заболевших человека, оба в карантине. То же самое во Франции, несмотря на слабую, никакую реакцию ВОЗ, уже выпустили брошюрки с определенной информацией о новом вирусе. Вот. Несмотря на мертвую реакцию Всемирной Организации Здравоохранения, мертвую абсолютно, отдельные государства, ну, по отдельности государства проявляют глубокую обеспокоенность. И вы знаете, я призываю, я в связи с этим вот смотрю на реакцию Российской Федерации. Только вчера, спустя месяц после начала заболевания и спустя более чем неделю, когда это стало общенародно известным, а только спустя неделю Ростуризм порекомендовал прекратить продавать турпоездки в Китай. В принципе, ну, если у человека плещется хоть что-то в черепной коробке, как у меня, я рекомендовал бы, ну, сделать правильный выбор, даже если вы купили билет уже в какой-нибудь там прекрасный город Ухань благоухающий, вот, и вам не вернут деньги за билет, даже несмотря на то, что там карантин, не езжайте в этот Китай, не езжайте. Вот, это мой вам добрый совет. Я вам вчера этих китайцев в аптеке встретил, друзья, дружелюбное семейство, которое маски хирургические покупало. Смотрите мой позапрошлый ролик с китайцами. Вот, так я потом чихал на нервной почве весь вечер, а может не на нервной. Панику сеять не хочется, панику сеять нельзя. Но реакция руководства РФ видится мне, как минимум, странной. А в реальности не просто странной, а омерзительной и, ну, антинародной. Почему? Необходимо на самом деле, временно. Конечно, это не акт враждебности по отношению к дружественному Китаю, эээ, ниньхао, как их там, а не что-то такое. Но необходимо временно перекрыть, конечно, сообщение с Китаем. Перекрыть наглухо. Потому что эти три милых китайца, которых я вчера встретил в аптеке, ролик прилагается, они, дорогие друзья, покупали хирургические маски не для того, чтобы защищать милых москвичей от себя. Нет. Они уже несколько месяцев в Москве, нормально, да, они селят здесь этих, селят. И они тут уже, это, располагаются. Да, окей, они пока дружелюбные. В общем, они купили маски, чтобы встретить друга из Китая, который к ним в ближайшее время собирается приедет. Это что же за трындец-то такой? Необходимо срочно установить карантин с Китаем. Просто волевым решением руководству страны. Потому что Китай борется с эпидемией. Я смотрю на реакцию Китая. Реакция у Китая, вы знаете, я скажу, как человек со средним медицинским образованием, у них реакция правильная, четкая, слаженная и хорошая. Там диктатура. Простые китайцы знают, что если они, зараженные вирусом, будут бегать и заражать других, их к фигам расстреляют, там закопают, добьют лопатой, и еще и всю семью под нож пустят. И поэтому они цивилизованно, ну вот так вот их научили к цивилизации, и поэтому они цивилизованно сдаются, если у них симптомы есть в Китае. Будут ли они это делать в Эрефии? Не будут. Что будут делать власти в Эрефии в случае такого масштабного бедствия, на самом деле, друзья? Да все будет держаться только на силе воли простых медиков и так далее. Призовут армию, будут в этих, извиняюсь, презервативах ОЗК, общего исковых защитных костюмах, солдатики беспомощно бегать. Будут трупы раскладывать. Мы последние из всего мира получим лекарства, те из нас, кто останется в живых. Никакой системы эпидемиологической в Эрефии сейчас серьезной нет. Кроме того, это важнейшее, в Китае полтора миллиарда человек. Даже если в Китае умрет 150 миллионов человек, это больше, чем официально заявляемое население Эрефии, даже если в Китае умрет 10%, да, проблема будет, куда их закапывать, но Китай это переживет. А если в Эрефии умрет хотя бы 1 миллион человек от этого вируса, поверьте, это будет такое бедствие, после которого вся наша страна может больше не оправиться. И, повторюсь, в этом свете реакция российских властей видится мне как минимум странной. Необходимо прекратить экспорт, импорт плодоовощной продукции. Экспорта-то почти нет, думаю, а вот импорт необходимо прекращать. Говорят, через бананы может передаваться вирус. Будьте осторожны с бананами. Они могут клеить на них все, что угодно, а потом окажется, что эти бананы тоже из Китая привезены. Как это ни печально, бананчик штука вкусная, полезная, но вот проявляйте осторожность, дорогие друзья. Я панику раздувать не хочу и не буду, ибо когда-то при моем прадеде, генерал-лейтенанте тогда Павле Артемьеве, командовавшем обороной Москвы на ближних подступах, появился приказ паникеров к стенке. Хуже паники нет ничего. Помимо, кроме эпидемии вируса НСУВ-2019, нет, друзья, вирус этот серьезный и страшный. Если сам Си Цзиньпинь говорит, что новый вирус распространяется все быстрее, значит, дела очень серьезные. Вчера было озвучено число 56 погибших, и там что-то от 1300 до 1500 инфицированных. Вот сами напишите в комментариях, насколько вы верите официально заявляемым числам и цифрам. Да, люди, которые в Китае, россияне, несчастные. Вот я посмотрел, кстати, казахстанский ролик казахстанского канала о том, как казахский студент из Ухани, который сумел оттуда убежать, в другой город китайский, он заявляет, что вот там все не так уж плохо, и хватит бояться люди. Я читаю комментарии. Пожалуйста, не выезжайте в Казахстан. Не дай бог, зараза, к нам придется. И такой значок. Вот. Потом, да, нерв сюда ехать. Пусть там сидят китайские предатели. Поперлись туда. Что ты, домой они захотели. Агентов готовят для себя. Потом эти китайские студенты будут земли наши распродавать. Вот здравый человек. Ужас, упаси, господи, наш Казахстан от этого вируса. Сидите там. Не вывозите заразу. 12 дней инкубации. Температуру меряют они. Вот на этом комментарии, кстати, весьма здравом. Василия Каумодаки. Ну, это, конечно, не настоящее, наверное, имя. Но на этом комментарии я, друзья, остановлюсь. То есть, стоят в аэропортах люди с дистанционными градусниками и меряют инкубационный период. Инкуб. Суккуба-инкуб. Два демона. Демон, наводящий сон и морок. Инкуб. И не только там у них еще инкубические всякие дела, связанные с сексом, какие-то нехорошие, даже не знаю. Но инкубационный период – это период, когда болезнь развивается в тишине, не высовываясь. И в этот период мерить человека градусником, даже самым хорошим, бесполезно. У него будет нормальная температура. Понимаете? Такие вирусы действуют, как, не знаю, как группы спецназа команды Альфа или какого-нибудь там СУАТ американского. Они вначале рассредоточиваются, занимают ключевые позиции, а потом происходит резкий штурм. Выстрелы сливаются часто в один вал. И все. И все мертвы. Также действует и вирус. Вот этот коронавирус NCOV-2019. Уханьский боевой вирус, повторюсь. И да, мне один из зрителей, возможно, провокатор написал, что «А почему это ты не пишешь, что это Америка могла сделать дружков там своих?» Вы знаете, я беспристрастен. Америка, ну, в принципе, по логике событий вполне могла на фоне торговых войн. Хотя, вы знаете, там как раз они пошли на замирение Трампа и Си Цзиньпинь. И торговая война как раз стала снижать свой накал значительно. Это первое. Второе. Понимаете ли, в чем дело? У Китая весьма мощная разведывательная служба, невероятно мощная. Которая на равных соперничает с американцами. И если бы там был хоть малейший след Соединенных Штатов, если бы хоть малейший след был, они бы трубили об этом во все трубы. Поверьте, что это акт агрессии и так далее. Ну, и прошел уже, ну, вот сейчас, друзья, конец января, а вирус-то стартовал в декабре прошлого года. То есть, у китайской разведки было, ну, полтора месяца, чтобы выяснить, действительно ли это, это. Это, друзья мои, я полагаю, как я уже говорил в позапрошлом ролике, вот, время 10 часов, 10 минут утра, загадываю желанием, сразу несколько, но одно загадываю, чтобы минула Россию чаша себя. Вот. И, друзья, хочу сказать, что на самом деле это сами китайцы, скорее всего, доигрались. Очень кратко. Я описывал законы явления, как суть познания мироздания, ну, как познание реальности. Мы не видим, не понимаем того, что происходит вокруг нас. Все вокруг из лжи, из чужих слов, которые наполовину неправда. И что и говорить, если твой лучший друг может тебя обворовать. Вот. И, короче, друзья, можно познать реальность по маркерным точкам, по событиям, которые не подделаешь. Это я описывал этот метод в своей книге «Homo Futurus. Облачный мир. Эволюция технологии и сознания». В этой же книге я предсказал, что Китай в ближайшие десятилетия ждет мор и чрезвычайное сокращение населения. Я это предсказывал. Из-за чрезмерной растянутости их генотипа. Весьма узкого моноэтнического генотипа. Вот. И, в общем, маркерные точки. Птичий гриб. Ну, да, ах-так-так. Свиной гриб. Хруруру. Какой там еще гриб? А, атипичная пневмония. Друзья, вся эта фигня родом из Поднебесной. А в Ухане расположена лаборатория биологических исследований, биологовирусологических трахахаитит исследований, которые действуют под эгидой НОАК, Народно-Освободительной Армии Китая. Того самого острого ножа, занесенного над грудью почти беззащитной России. Вот. Вы думаете, если эта лаборатория под эгидой действует, они там аспирин выводят? Китай уже в открытую, уже год как в открытую занимается генной модификацией собственных граждан. Причем делает это на систематической основе. Они взяли и решили, а мы такие могущественные, давайте-ка мы сейчас возьмем, геном исправим. И наши граждане, китайцы, перестанут болеть гриппом. Весь мир пусть болеет, а мы не будем. И от сифилиса заодно, да? Сработало? Повторюсь. Краденые технологии, друзья. Краденые технологии до добра не доводят. Потому что если вы не прошли сами технологический путь, пробы ошибок, исследований, не упираясь здесь лбом в бетонную стену и не придумали выход, как обойти ее, вы не будете знать вещей, на которых ошибались другие. И Китай часто-часто спотыкается на таких штуках. Есть такой прекрасный истребитель морского базирования Су-33. На единственном авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов, у которого лопнул котел. И он сейчас на долгом, надеюсь, не вечном ремонте. И вот эти истребители китайцы купили 4 штуки. И все, больше им не нужно. Они их до винтика разобрали и скопировали. И вы знаете, что J-17, что ли, они эту фигню летающую назвали. Я об этом давным-давно в ролике рассказывал, но повторюсь. Повторение, мать, учение, репетицию, эстматор-студирование. Ну, в общем, у них упало больше 20 этих истребителей. Они не соблюдали какие-то детали технологий. Понимаете? И в сборке, и в сопротивлении материалов. Много где еще. Те самые ошибки, которые честные российские ученые, исследователи, по-честному прошли, промучились и вышли к результату. Они, получив готовый результат, возможно, где-то решили его доразвить. Понимаете? Украв технологии ДНК, украв вирусологические знания, они не прошли этот путь познания. Понимаете? Они не совершали тех ошибок на более низких этапах. И эти ошибки, которые они не совершили тогда, вылились в чудовищные вот такие ямы с шипами торчащими. Вот просто. Даже не прикрытые ветками. А они, как слепцы, бац в одну, бац в другую. Но им же так хочется боевой вирус-то свой, а? Вот. Напоследок добавлю, друзья. 56 погибших это официально. Полагаю, что цифры занижены минимум на порядок. Минимум. Минимум нолик надо приписывать. А в реальности, боюсь, гораздо все страшнее. Но Китай весьма многолюден. И напоследок из 56 погибших все погибшие этнические китайцы. То есть, эрго, я хоть и не являюсь каким-то, там, как это говорят, высоколобым, ученым, очкариком, ботаном, но рискну предположить, что речь идет о каком-то генетическом вирусе. Понимаете? Стал ли он творением рук и разума человеческого? Или же этот вирус возник в результате цепи многочисленных мутаций? Я лично полагаю первое. И я лично почти убежден, что, конечно, это родилось в самой Поднебесной. В самой Поднебесной, которая активно балуется шаловливыми ручками. Что будет дальше? Ну, как это ни печально, но сейчас все зависит от самого Китая. Впрочем, Китай весьма дисциплинирован. И, возможно, они сумеют пережить и не перезаражать весь мир. Хотя на весь мир им плевать. А если им придется, уверяю вас, они на свой Ухань зараженный термоядерную бомбу сбросят. Без вариантов, не раздумывая. Эти сбросят. А потом им объявят это необходимостью и все. А наши, чтобы защитить нас, своих граждан, они даже границу и сообщения хотя бы временно не перекрывают в целях карантина. Вот так вот. Это не просто двойные стандарты. Это просто трындец. Но вы власть имущие. Если вы считаете, что вы-то сами убережетесь как-то, даже если половина народа будет в эпидемии, это грубейшая ошибка. Болезнь будет косить всех без разбора. И власть имущие живут не в безвоздушном пространстве. Они все любят покушать то, что им готовят повара. Они одевают одежду, выстиранную другими людьми. Вот. А мне кто-то тут говорил, что у этого вируса чрезвычайно высокая стойкость к температурной обработке. Так что, хоть гладьте ваши рубашечки, все равно, если их стирали и гладили руки заболевшего человека, вы, власть имущие, тоже заболеете. И вас будет ждать такая же совершенно могила. Задумайтесь, Китай весьма опасный сосед. Он стал могучей гегемонией, но такой, от которой лучше держаться как можно дальше. И иметь с ним как можно меньше дел. Но вместо этого вы впускаете сюда все больше и больше китайцев. А я не хочу, чтобы они жили здесь, на нашей земле. Не хочу и все. Это мое право. Они никоим образом не имеют отношения к России. Что ж, это уже дело другое. Ладно, друзья. Напоследок скажу. В сообществе у меня на канале я провел опрос. Ну, за 18 часов, за 20 часов более 3,5 тысяч человек приняли в нем участие. Вопросы были такие. Один, следует ли перекрыть сообщение с Китаем. Второй, нет. Экономические потери будут слишком высоки. А третий вариант, опасность вируса преувеличена. Большинство людей, 77%, посчитали, что необходимо ограничить сообщение с Китаем. А 2% или сколько-то посчитали, что дело в экономике и нельзя перекрывать сообщение. И 20% или сколько-то, 21% посчитал, что опасность вируса преувеличена. Ну, вы знаете, вот этим 21% я прошу вас, загляните, пожалуйста, в описании к ролику. И я в закрепленном комментарии это повешу. И там будет ссылка на ролик вот казахстанский. Почитайте их комментарии к ролику. Почитайте их комментарии к ролику. И подумайте. Нельзя преуменьшать такую опасность. Панику сеять нельзя. Я не буду тиражировать слухи о том, что 117 тысяч китайцев уже инфицированы. И многие десятки тысяч сожжены на мусоросжигательных заводах. Не буду. Я уже это сделал. Но я считаю, что пока это не подтверждено, но к этому можно относиться вот как к такой информации, которая вот там где-то телепается на краешке сознания. Вот. Это весьма вероятно провокация. Но я вижу, много провокаций гуляет по сети. Кто-то из мандариновых долек таблетки какие-то достает. Самых наверняка предварительно туда запихнув. Кто-то чайные пакетики потрошит, а там какой-то страшный белый порошок. Ребята, мы должны, это вам говорю я, человек с дырой в башке, вот, видевший облачный мир, мы должны сохранять здравомыслие и рассудок. Это чрезвычайно важно, потому что наша нынешняя собственная власть старательно погружает нас в пучину безумия. Что ж, доброго вам всем дня, утра, вечера, ночи, когда бы вы не увидели этот ролик. Берегите себя и своих близких. Держитесь лучше на расстоянии от приезжих из Китая, будь то китайцы или наши туристы, или люди работающие там. И пусть эти люди сами будут хотя бы 12 дней, а лучше 2 недельки подальше от всех. Инкубационный период, штука такая, термометры не помогут никак. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал, такой резервный, он называется, как меня зовут, по-английски. Ну, это видно на ютубе. Если в поиске телеграмма вбить также мое имя, фамилию, то вылезет мой каналчик. Вот, и по мере возможности, друзья, повторюсь, поддерживайте мой труд, потому что я опытный журналист. Веду вот этот свой видеодневник исключительно в ваших интересах. И, повторюсь, нет у меня волосатой лапы редактора, руководителя, начальника, который орал бы, тебе мэр деньги платит, рта не открывай. Я тружусь только благодаря вашей поддержке. До свидания. Берегите себя. Я все-таки верю в лучшее, честно скажу, потому что пока что из 56 погибших все китайцы. Нет, мне очень жаль китайцев. И я искренне говорю, я зла вообще никому не желаю. Я просто не хочу, чтобы китайцы здесь жили, блин. Но я китайцам зла ни малейшего не желаю. И тем не менее...